Привет, вы на канале Денису Микрофона, и сегодня я предлагаю поговорить об одном мероприятии, об одном событии, которое проходило в рамках активности Украинской Греко-Католической Церкви. Как вы знаете, униаты невероятно активны, и сейчас они, пользуясь моментом, расширяют свое влияние. Даже до событий 24 февраля 2022 года они активно шли на восток, они активно занимались окатоличиванием земель, но сейчас для них открыты просто все двери, и ничто им не помеха. Ни те скандальные слова Папы Римского, ни, в общем-то, какие-то там события, которые проходят, все как бы содействуют для того, чтобы они могли вот искать, подстраиваться, они просто мастера такой вот трансформации, они мастера мимикрии определенной, потому что долгие годы они рассказывали, что они православные, и что они часть православных церквей, но здесь они прямо уже говорят, мы католики, и вот наша задача все подчинить Папе Римскому. Но давайте по порядку. Новость на официальном сайте Украинской Греко-Католической Церкви. Глава УГКЦ из гроба Святого Петра говорим Риму и миру, Украина стоит, Украина борется, Украина молится. 10 сентября 2023 года в базилике Святого Петра в Ватикане состоялась архиерейская божественная литургия, которую возглавил блаженнейший Святослав в сослужении с епископами Синода Украинской Греко-Католической Церкви. Там проходит Синод Украинской Греко-Католической Церкви невероятно патриотично, потому и делают они это в Риме, делают они это в Ватикане. Совместным богослужением епископы УГКЦ со всего мира отметили 400-летие мученичества священномученика Иосафата, Иосафата, речь об Иосафате Кунцевиче, человеке, которого называли Душехват, который родился еще в православной семье, но активно взялся проповедовать нести унию, делал это в буквальном смысле огнем и мечом. И в итоге он просто был растерзан жителями Витебска, он доходил и до Киева, и даже общался с монахами Киево-Печерской Лавры, которые изгнали Кунцевича, не захотев переходить в унию. Но делал он это невероятно активно, он даже в каких-то городах закрывал храмы, для того, чтобы туда не могли прийти православные, и могли прийти только те, которые вступали в унию. В общем-то, история Кунцевича, она трагическая, она очень такая даже кровавая, но он является святым для католиков, он там достаточно быстро был канонизирован, они несут его как знамя, вы можете увидеть как бы его влияние, и они вот до сих пор на него ссылаются, как видите, празднуют 400-летие его. Но в то же время для православных это страшная личность, которая пыталась силой заставить их пойти под духовную власть Папы Римского и по сути придать свою веру, придать то, что они хранят от отцов. Интересные моменты того, что говорил Святослав Шевчук. Интересно, даже если вы читаете телеграм-канал «Опиум для народа», то вы заметили, что внезапно не какой-то там пропагандистский ресурс, РИСУ называет Святослава Шевчука патриархом, а называет целый официальный сайт УГКЦ. Я не знаю, как на это реагирует Ватикан, непонятно, эта мечта, она давным-давно есть у Шевчука, и возможно это одна из целей новой унии, об этом говорят политики, об этом говорится на достаточно высоком уровне, что нужно просто объединить все эти религиозные конфессии, захватить все, что можно у УПЦ, взять ПЦУ, влить это все в УГКЦ, получить такую свою одну украинскую церковь, и где можно будет избрать патриарха, запросить как бы титул патриарха, и вероятно, вот как раз Шевчук наиболее, по их мнению, подходит под такую роль, и они давно к этому идут, там и патриарший собор, и патриарший хор, и из-под воли его так называли патриархом, а здесь уже это делает официальный сайт УГКЦ. Я не верю, что это там укрылось от каких-то бдительных глаз корректоров. Судя по всему, это очень целенаправленно делается, чтобы все могли увидеть, к чему же их на самом деле все эти устремления. Святослав Шевчук отмечает, что Иосафат Кунцевич, душехват, 400-летие мученичества, которого епископ и синода УГКЦ отметили этой литургией, единственный из украинских святых, чьи мощи находятся в базильке святого Петра. Причем к Украине у него отношение, ну, достаточно такое вот стороннее. Он там в Вильнюсе много времени провел, он там, в общем-то, был на землях Беларуси современной. Ну, бывал он, конечно, и на украинских землях, но они считают его именно украинским святым. И, как говорит Святослав Шевчук, единственный чьи мощи находятся в базильке святого Петра. Не случайно, потому что он очень символическая, знаковая фигура, человек, который активно продвигал идеи именно унии. И обратите на это особое внимание. Вглядывая сегодня в его фигуру, мы видим, говорит Святослав Шевчук, что Божья любовь к человеке порождает героев, способных любить так, как любит Бог. Но Бог никого силой никуда не загонял. Бог не закрывал храмы от тех, кого он внезапно считал турецкими шпионами. Именно такое выражение употреблял Иосафат Кунцевич, говоря о ряде православных. Бог никогда, в общем-то, огнем и мечом не продвигал какие-то постулаты христианства. Но здесь мы видим с вами, что вот пытаются все это переписать, переиначить. Ну, конечно же, сделать из человека с неоднозначной биографией, самого настоящего героя. И вот, заметьте, вот те слова ключевые, которые говорит Святослав Шевчук. Захотите, там есть видео, послушайте видео. Я просто предлагаю вам их прочитать. Это будет, возможно, проще для восприятия. Это цитата, прямая цитата Святослава Шевчука. Сегодня Иосафат нам говорит. Дети Украины, никогда не слушайте голоса тех, кто говорит вам о третье от того единства. Ибо наша церковь выжила во всех исторических эпохах, выстояла перед теми, кто хотел ее ликвидировать, благодаря тому, что была в единстве с большой вселенской семьей католической церкви. Подобно как сегодня, Украина не сможет выстоять в той войне без международной помощи и поддержки на всех уровнях. Вселенская католическая христианская солидарность – это необходимое условие для устойчивости, выживания нашей церкви и народа, условия победы Украины в той борьбе добра со злом, которую сейчас ведет наш народ. Подчеркнул и заметьте, тут они используют титул патриарх. На самом деле он не является патриархом, еще раз повторюсь, но здесь, смотрите, он говорит, если вы хотите, чтобы Украина победила в войне, есть лишь один путь, это путь Унии, это есть лишь один путь, то есть идти под духовную власть Ватикана, становиться католиками. И вот здесь как бы он пытается играть на патриотических чувствах. И возможно это вот такое вот прощупывание аудитории, посмотреть, как отреагирует аудитория, отреагирует на его титул, которого он не заслуживает и который он не получил, но которому он хочет, чтобы его нарекали. И в то же время, с другой стороны, на такой вот идее, это уже идет такая достаточно агрессивная пропаганда Унии, пока не огнем и мечом, но достаточно активно, когда используется такая вот ультрапатриотическая волна. Мы знаем, что те же священники УГКЦ активно участвуют в захватах храма в Украинской Православной Церкви, участвуют в травле священников, травле прихожан, и все это как бы происходит при их активном участии. Мы это видели в селе Лух, например, где там среди собравшихся были греко-католики. И вы еще помните, что один из местных активистов говорил, ну что тут такого, вчера католики, сегодня православные, ну какие там проблемы. Но понимаем, что на самом деле атеисты, потому что не могут верующие люди так поступать, и верующие люди такое делать. Понятно, что здесь он отмечает определенные там заслуги Папы Римского, там была программа гуманитарная, если вы помните, Папа для Украины. И, безусловно, наверное, ее нельзя сравнить с теми тысячами, сотнями тысяч тонн помощи, которые передавали православные церкви. Но ведь об этом неудобно говорить, да? Ну кто там будет упоминать о помощи румынской православной церкви через Черновицко-Буковинскую епархию, когда там был огромный хаб, и шла эта помощь во все регионы Украины, о массе каких-то других гуманитарных программ, когда даже община храма, теряя храм, продолжает кормить голодных на улицах своего города, как это происходит в Бориславе, например, Львовской области. Ну и, в общем-то, смотрите, вот слова Святослава Шевчука, где он говорит прежде всего Папу Франциско, причем представители Синода, как он пишет, имели двухчасовую встречу и рассказывали ему правду о происходящем войне в Украине. Я, кстати, призываю вас помочь каналу рассказывать правду о том, что происходит в религиозной жизни Украины, чтобы люди видели это вот не через такие вот лживые заголовки или какие-то там новости, а на самом деле вот видя видео, свидетельства людей, анализ ситуации. Потому прошу вас поддержать канал Денису Микрофона. Поддержите, пожалуйста, добрым словом, поделившись ссылками на видео, молитвенно, финансово, и все ссылки находятся в описании под видео. Несмотря на то, что в Украине наступил крупнейший после Второй мировой войны в мире гуманитарный кризис, благодаря личным усилиям Святейшего Отца и всей католической церкви, Европы, Канады, США, Южной Америки, Австралии, все это не переросло, видимо, уже не перерастет гуманитарную катастрофу. В Украине никто не умер от холода, голода или по другим гуманитарным причинам там, где достигала сила католической любви и вселенской солидарности. Сердцем и промоутером, который является и будет Святейший Отец Франциск, констатировал Блаженнейший Святослав. Ну, достаточно такие вот манипулятивные слова, что посмотрите, куда дотянулась католическая церковь, там у всех все хорошо, никто от голода и холода не умер. То есть давайте-ка продавайте свое первородство, скорее получайте свою чечевичную похлебку, и все с вами будет замечательно. Безусловно, передергивание фактов, безусловно, такая вот попытка выдавать желаемое за действительное. Там немало интересных моментов, как встречались с Папой Римским, какую икону ему на этот раз подарили. И вот еще, мы, быть может, если будет время, будет желание, мы это с вами обсудим в отдельном каком-то блоге, ну а пока просто подумайте. Подумайте о том, почему они сейчас настолько возвышают душехвата и Асафата Кунцевича. Почему вокруг него строится современная пропаганда украинских греко-католиков. Почему усилились гонения, почему сейчас, вот после крестного хода в Пачае, вот словно, знаете, по мановению волшебной палочки, вот усиливается давление на храмы в разных регионах страны. Мы видим захваты просто вот по полнейшим и беспределам. Мы видим с вами, когда тут же буквально там считанные минуты подделываются протоколы, подмахиваются бумаги для каких-то новосозданных общин из людей, которые никогда толком и не имели отношения к храму. Мы видим с вами, что это вот продвигается какими-то семимильными шагами. И понятное дело, что все это укладывается в определенную картинку. Если вы отойдете чуть подальше и посмотрите на все эти пазлики, вы увидите, что вот она, та самая новая уния. Вот то, к чему все это идет. И заметьте, когда там что-то звучит, там, не знаю, из уст кого-то из представителей Украинской Православной Церкви под лупой там рассматривают каждое слово, каждую буковку. Тут, пожалуйста, любые высказывания папы, все что угодно, находится миллион оправданий, вот делают вид, что этого не было. И заметьте, уже в интернет-пространстве это даже не обсуждают, потому что людей умело переключают на другие какие-то вопросы. О чем это говорит? О том, что работает такая массированная пропаганда, у которой есть конкретная цель дискредитировать Украинскую Православную Церковь. Потому особенно важно говорить правду, показывать то, что есть на самом деле. И да поможет нам в этом Господь. Подписывайтесь на канал Денису Микрофона, распространите это видео, поддержите, пожалуйста, канал. И до скорой встречи.